Конкурсная комиссия завершила свою работу. По результатам голосования членами конкурсной комиссии отобраны следующие кандидатуры для представления в Саратовскую городскую думу для избрания на должность главы муниципального образования в городе Саратов. Марусов Андрей Николаевич, Макроусу Владимир Михайлович. Спасибо. Что за это предложение, прошу подвластовать. Против воздержавшейся решения, принимая средноклассно, работа конкурсной комиссии завершена. Спасибо всем городу. На самом деле проблем очень много, и, конечно, я вам сейчас за 5 минут их не расскажу, но основными задачами своей работы, я считаю, в первую очередь, это развитие города Саратова, повышение качества жизни в городе для наших жителей, для нашего населения, и, конечно же, создание комфортных условий. Основные задачи – это, конечно же, развитие общественных территорий, переселение из ветхого аварийного жилья, продолжение строительства тротуаров, приведение в порядок дворовых территорий, развитие инженерной инфраструктуры. Большое количество вопросов непосредственно связано к работе по ОТПлюс, то есть это вхождение в отопительный сезон, работа по бездомным животным. Необходимо, считаю, увеличение непосредственно размещения данных собак, привлечение общественных организаций и денежных средств вне бюджетных для отлова и содержания данных бездомных животных. Ну и, конечно же, в сфере образования, в сфере спорта, культуры. Также очень много вопросов. Необходимо материально-техническое оснащение данных объектов в социальной сфере увеличивать, оснащать новыми современным материальным техническим оборудованием, открытие новых дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. Ну это вот, наверное, самые такие остростоящие вопросы. На самом деле их намного больше, но основной, главной задачей, считаю, это общение с жителями, то есть это проведение, быть с ними на прямой связи, не только слышать их, но и слышать наше население, привлекать их в реализацию различных проектов на территории, знать их мнение, ну и, конечно же, это работа с общественными советами в социальных сетях, быть всегда с ними на прямой связи и ВКонтакте, потому что самая главная наша цель – это создание комфортных условий для жителей нашего города. Спасибо. Спасибо. А в случае страны вы будете проводить там эфиры жителями, как часто? Обязательно, в настоящее время мы не прямые эфиры, сейчас я встречаюсь с ними лично, то есть вот была уже встреча непосредственно в Улишах, на этой неделе мы планируем взять микрорайоны, это первый, второй, третий Пугачевский поселок, мы договорились там с активными жителями, дальше это микрорайон «Звезда», мы также с общественным советом договорились, поэтому план встреч непосредственно с жителями и с общественными советами той или иной территории у нас уже запланирован, но и впоследствии, когда я буду погружена уже во все проблемы и знать решение данных вопросов, мы будем, конечно, и прямые эфиры тоже проводить. Владимир Михайлович, а планируется ли как-то проводить изменения в кадровом составе? То есть новые назначения или новое увольнение будет? Ну, во-первых, данные вопросы, если вы говорите о руководящем составе, то это, безусловно, совместная работа с городской думой, потому что единолично такие решения мы не принимаем, но пересмотр штатного расписания и структуры предполагается. А в какую сторону какие-то дороги будут начать единственные? Коллеги, давайте вопрос посуществить, пожалуйста. Ну, вы пока преждевременно мне задаете. В какой-то степени я считаю, что, во-первых, максимально эффективно должны использоваться рабочие места, и то есть каждый человек должен, потенциал его раскрываться максимально эффективно, но при этом не должно и страдать деятельность администрации, то есть при какой-то неразумном сокращении, возможно, упущение каких-то мероприятий должным образом реализации, но и неразумное увеличение штатных единиц считаю тоже неприемлемым, так как наша основная задача – это каждый рубль бюджетных средств должен расходоваться оптимально и эффективно.